А штаны тоже снимают? Да. Дим, я не понимаю, ну как бы... Ну я понимаю, раньше хотя бы тысячу платили за обзор, но здесь хотя бы полторы можно. Squirt Sex Shop, друзья. Обзор коллаборации Hav и Playboy. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Итак, после просто разорвавшего чарты видео про Squirt Sex Shop мы решили продолжать традицию и снова говорить про секс, секс, секс. Вас шокирует это слово? А меня уже нет. А знаете почему? Потому что я читал журнал Playboy. Playboy, который сыграл огромную роль в сексуальной революции. Да-да, и меня опять не шокирует это слово секс. Я занимался сексом. И не раз. И даже не два. И даже с другим человеком. Секс. Алло, мам, привет. Слушай, а можешь ты еще долларов одолжить? Ну, мне нужно. Я бизнес свой хочу открыть. Какой бизнес? Крутой, ты не поверишь. Короче, я буду издавать журнал с голыми женщинами. Я знаю, вот клевую девчонку, Мерлин Монро ее зовут, на развороте будет. Дашь? Тысячу баксов? Спасибо. Именно так начинался журнал Playboy. Хью Хефнер, тогда выпускник факультета журналистики, который уже работал в нескольких журналах, решил выпускать свой журнал, который он видел абсолютно другим. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы... Кстати, вот насчет дитя не тешилось. Playboy, оно так и переводится, как шалун, повеса, весельчак, так сказать. Ну вот, и Хью Хефнер как раз сделал такой замечательный журнал. Причем он не был уверен в своем успехе. Да, он реально попросил у мамы деньги на этот журнал, и она выдала ему тысячу долларов. Стоит напомнить, что в 1953 году, когда это все случилось, тысяча долларов, это были намного больше деньги, чем стоят сейчас. Ну, например, тот же журнал Playboy в последние годы, когда он выходил еще в печатном виде, он стоил больше пяти долларов. На момент, когда он делал первый выпуск, он стоил всего лишь 50 центов. То есть, вы понимаете, да, разница практически в 10 раз. Соответственно, он у мамы 10 тысяч попросил на журнал, извиняюсь за выражение, с голыми бабами. Как я уже говорил, Хью Хефнер не был уверен, что он станет популярным. Но частично из-за того, что это был практически шок-контент, ну, сами посудите, 1953 год выпускать журнал, где в центре будет обнаженная девушка. Причем не какая-то обнаженная девушка, а молодая Мэрилин Монро. Это был ее полностью обнаженный такой портрет, где она на развороте была. По разным оценкам было продано больше 50 тысяч печатных копий до этого первого выпуска журнала. Причем это было без какой-либо дополнительной рекламы, это было без каких-то огромных объявлений. Просто люди велись как раз на вот этот вот секс-контент. Не побоюсь этого слова. Хефнер не верил сначала, что журнал будет иметь продолжение. Он даже не назвал его номер один, а просто назвал его Playboy. Кстати, название Playboy предложил не сам Хефнер, а его деловой партнер. Хефнер предлагал немножко другие, честно скажу, какие-то более пошлые и откровенные варианты, но все они были отвергнуты. Поэтому вышел он под таким замечательным именем. Также, начиная со второго номера, появилось знаменитое лого Playboy, вот этого зайчика-весельчака. По мнению создателей, этот зайчик, ну, действительно, зайцы, оно животное такое, которое любит повеселиться. Соответственно, такой вот зайчик-плейбой, зайчик-весельчак. Как же ему не появиться в мужском журнале? Сначала это лого прятали в картинках, он типа где-то высовывался, где-то он был как элемент фотосессии, но потом сделали официальным логотипом журнала. Плюс, уже тогда Хью Хефнер понимал, что привлечь человека красивой, обнаженной женщиной, это, конечно, легко, но заставить его постоянно покупать этот журнал, предлагая ему только это, очень сложно. Поэтому практически с первых выпусков журнала там начинают печататься очень интересные интервью с знаками, с достаточно противоречивыми фигурами популярной культуры Соединенных Штатов. Более того, он приглашает известных писателей для того, чтобы они публиковались в этом журнале. К слову, в американской версии журнала публиковались, помимо прочего, Набоков, Чак Паланик, Курт Вонегуд и даже стихотворение Евгения Евтушенко. Представляете, все это вот в этом журнале, который многим может казаться только посвящен голым женщинам. Нет, там действительно умопомрачительные, красивейшие женщины. Я сам с детства помню. И кроме этого, там было еще много всего другого интересного. Кстати, такой интересный момент. Журнал продавался, первый номер, за 50 центов. Сейчас, даже не сейчас, последняя продажа была в начале 2000-х годов. Практически новая версия, практически новая копия этого журнала была продана на аукционе eBay за 5000 долларов. И, в принципе, я считаю, это хорошая инвестиция, потому что, скорее всего, журналов с неслившимися страницами-то не осталось таких старых. А там люди нашли. Представляете, какая выдержка, а? Я бы не смог, наверное. Ну да ладно. И, конечно же, мимо такого знаменательного журнала, журнала, который во многом способствовал как раз этой самой сексуальной революции, что люди начали говорить о сексе более открыто, относиться к нему как-то более просто, поняли, что секс – это часть нашей жизни, во многом этом был повинен журнал Playboy. И таким же новатором, может быть, в скейте, может быть, просто в молодежной культуре все время являлся и бренд Huff, который, как мы помним, никогда не стеснялся делать очень и очень смелые коллаборации. Поэтому вопрос, что там будет коллаборация с Playboy, ну, это был всего лишь вопрос времени. И, наконец, в конце 2020 года была достигнута договоренность, что два этих замечательных бренда, как говорится, объединят свои силы. Мне очень понравилась реклама, которую запустили Huff в честь этой коллаборации. Там вверху была надпись, что «Я вообще читаю этот журнал только ради статей, а не ради картинок и красивых девушек». И, в принципе, это интересно. И даже сама реклама показывала, помимо вещей, которые вышли в этой совместной коллекции, еще и сколько всего интересного в журнале было. Как я уже говорил, это всегда были интересные интервью, это всегда были интересные рассказы из литературы. Многие из карикатуристов, многие из известных иллюстраторов также начинали свою карьеру. И не только начинали, но уже будучи известными, печатались в журнале Playboy. Если вы играли в игру «Мафия. Третья часть», там, кстати, очень много как раз можно собрать коллекционных вот этих вот выпусков журнала Playboy, даже почитать некоторые старые интервью. И интервью действительно были очень интересные. Там были как представители «Черных пантер», так и представители «Куклус-клана», какие-то очень и очень, ну скажем так, люди, у которых, вероятно, другие издания не попросили бы интервью. Как, например, Говард Штерн, скандальный ведущий, его интервью тоже были в журнале Playboy. Со временем, кстати, когда появилось много похожих журналов, «Максим», «ФХМ», «Пентхаус», какие-то более откровенные журналы, популярность Playboy начала падать. Но все равно таким культовым журналам, как Playboy, ну, им не удалось никакому другому журналу, таким стать не удалось. Понятное дело, что, да, «Пентхаус» может назвать с его различными там судебными разбирательствами, с одиозной фигурой Ларри Флинта, но Хью Хефнер, он действительно отображал образ того самого Playboy. Человек, который, кстати, передал бизнес своей дочери, и она продолжила управлять активами Playboy после того, как Хью Хефнер отошел. А сам Хью Хефнер посетился в своей известной Playboy Mansion, поместье Playboy, где он жил с шестью моделями и проводил вообще время так действительно роскошно, в бархатном халате, очень красивом. Вы, я думаю, не раз видели этого замечательного крепкого старика. Кстати, с ним связана тоже одна интересная очень легенда. В начале, когда выходил Playboy, вокруг буквы «П» было разное количество маленьких звездочек, от нуля до двенадцати. И легенда гласила, что негласно звездочки проставлялись как раз самой главной героине, девушке с разворота. Типа, чем больше звездочек, тем она больше понравилась Хью Хефнеру, тем чаще он с ней и встречался в интимном плане или что-то подобное. Хотя на самом деле эти звездочки просто показывали, к какому региону относится этот журнал, и в каждом раз они отличались. Но легенда красивая, легенда как раз показывает, что вообще наличие такой-то такой легенды говорит о том, что бренд уже стал чем-то большим. Вообще, Playboy делал не так много коллабораций. Этот бренд он делал совместной коллекцией с Versace, с Vivienne Westwood, и сейчас вышла совместная коллекция с Hav. Ладно, говорили не очень много, давайте я снова начну раздеваться, так как вам это понравилось. Шучу, конечно. Я вам сейчас расскажу немножко о тех предметах, которые можно найти в магазинах Squat. Начнем с замечательных белых носочков. Носочки, они всегда хороши. Вот у нас есть они с Hav, с названием бренда, и с названием бренда Playboy. Есть вот такая вот простая кепочка. Есть очень хорошая панама двухсторонняя. То есть вот та самая панама, которая сейчас на мне, на самом деле она выворачивается снаружи, и можно носить ее такой стороной с кучей маленьких логотипов. Вот такой вот замечательный у нас есть худи, толстовка с капюшоном, с рисунком сзади. Видите, эти заказочные женские глаза, которые как бы говорят, что они тоже не против пошариться. Но не об этом сейчас. Если об этом начинаю думать, у нас уже еще один традиционный уже для Hav треугольничек с логотипами двух брендов. И еще вот такой вот достаточно простой монохромный вариант исполнения. Плюс еще есть несколько вариантов толстовок, которые вы можете найти на сайте Squadboard Shop, куда мы, конечно же, хотим вас пригласить. Но еще больше, чем на сайт, мы просто приглашаем, приглашаем, приглашаем вас в новый магазин Squadboard Shop, который открылся в Москве. Практически в центре, на станции метро Таганская, на улице Большие Каменщики, дом 15. Проходите, и здесь вы увидите огромное вообще разнообразие всего для, ну, всего связанного с board-спортом. Там есть Squad, там есть board, там есть shop, как говорится. Там есть squirt, там есть sex. Ну, это уже, как говорится, если повезет. Поэтому, друзья, благодарю вас за обзор. Не забывайте лайкать видео, не забывайте подписываться, ставить его в избранный. Не забывайте наращивать количество просмотров, потому что чем больше будет просмотров, тем больше будет нам приятного. Ну, а вам-то приятно и так. Вы нас слушаете и смотрите. А мы вас любим. С вами был Дмитрий Егоров, Squadboard Shop, Playboy, Have Sex.